День, дорогие друзья, я рада вас приветствовать сегодня на этом вебинаре. Вебинар посвящен прекрасному продукту компании Женес Ревитаблю. Меня зовут Людия Буцкая, я врач, реабилитолог, спортивный врач, врач, который занимается, ну, больше 30 лет я занимаюсь в китайской традиционной медицине, обучалась в Китае, доктор медицинских наук. И я хочу поделиться своим видением продукта, этого удивительного продукта, разработанного Кристианом Дропо, вы видите его на слайде, этот продукт Ревитаблю. С Кристианом Дропо мы встретились в этом году в Киеве на конгрессе с Женес, и у нас было несколько часов достаточно детального общения по этому продукту, потому что, конечно же, меня очень интересовали вопросы, прежде всего, научной достоверности, доказательности работы этого продукта, и Кристиан дал мне, ну, можно сказать, исчерпывающие ответы на мои вопросы. Дело в том, что вопросы старения меня интересуют уже давно, я занимаюсь ими сама, больше 20 лет, и вот если говорить о китайской традиционной медицине, то, конечно же, регулирующее воздействие китайской традиционной медицины в том числе направлено и на восстановление ресурса молодости, назову его так, ресурсом молодости в нашем организме. И, естественно, у каждого из нас ресурс есть, и его можно просчитать. И то, что мы называем биологическим и паспортным возрастом, это вот как раз и есть показатель того ресурса молодости, который у нас есть. Ну, вы знаете, что иногда мы смотрим на человека, мы даем его возраст больше, чем в его паспорте, да, а иногда мы смотрим на человека и думаем, боже мой, как же так, вот в паспорте у него там написано лет там 55-56, а выглядит он на 35. Вот, собственно, вот эта разница и есть ресурс молодости. Вопросы старения на сегодняшний день становятся наиболее актуальными в современной медицине. Почему? Ну, потому что человечество развивается, медицина развивается, мы приобретаем все больше и больше способностей, технических возможностей жить красиво, хорошо, приятно, комфортно. И, естественно, мы хотим жить долго. Кроме того, ученые проникли глубоко в клетку ДНК и обнаружили, что да, действительно, человек может жить намного дольше, чем тот средний период времени, который живет большинство людей, да, как бы, и когда просчитали количество делений хромосом, которое должно быть, да, это 50-70, вот количество делений, вернее, одной клетки, то оказывается, что человек может жить 150 и больше лет. А если учесть, что возраст жизни, вернее, период жизни волосяной луковицы составляет 210 лет, значит, вот такой огромный потенциал, может быть, даже и больше заложен в нашем организме. Возникает вопрос, почему же мы не живем так долго? Ну, к этому, и вот к этому вопросу сводятся основные теории старения. Основные теории старения объясняют, что вот, как бы, причина старения, она кроется в трех основных позициях, да, в нашем организме. Это ДНК, то есть разрушение ДНК и нарушение работы, репликации, то есть удваивание, деление ДНК приводит к преждевременному старению. Второй аспект – это нарушение, вернее, истощение при делении клеток при делении хромосом, то есть, как бы, теломерная теория старения, да, которая говорит о том, что у хромосом есть, так называемые, такие вот, как бы, части, которые называют теломерами, и вот эти теломеры имеют ограниченный период старения, вернее, деления. И вот почему? Потому что в процессе деления клетки они укорачиваются. А раз они укорачиваются, значит, клетка, в которой размер, теломер достиг 5000, она уже не делится, она не делится, она впадает в состояние апоптоза, и, как бы, собственно, она уже не функционирует нормально при этом, она, как бы, выделяет токсические вещества, которые заражают, в том числе, отравляют и остальные клетки, в межконевую жидкость, и это способствует замедлению и нарушению деления других клеток. И третья теория – это стволовые клетки, да, как бы, в нашем организме есть клетки, которые, задача которых – превращаться в другие клетки при необходимости. И этими клетками называют, эти клетки – это стволовые клетки. Это естественная система обновления нашего организма. И, собственно, в чем беда, почему мы не восстанавливаемся, так, как это было задумано изначально, так, как это было, ну, собственно, так, как это лежит в механизмах нашего организма. Почему эти стволовые клетки так не работают? Оказывается, что, ну, во-первых, с возрастом количество стволовых клеток уменьшается. То есть, как бы, если, допустим, в эмбриональном возрасте, вернее, даже не эмбриональном, в период рождения ребенка, человека, приходится одна стволовая клетка на тысячу обычных эмбриональных клеток, то уже, как бы, в 50 лет это одна стволовая клетка на 500 тысяч. То есть мы понимаем, что количество клеток стволовых резко уменьшается. Но кроме того, что уменьшается количество стволовых клеток, эти стволовые клетки уже не функционируют так, как они должны. Почему? Да потому что вот эти вот три механизма поддержания молодости, то есть ДНК, хромосомы и стволовые клетки, в свою очередь, страдают. Страдают от того образа жизни, который мы ведем. А тот образ жизни, который мы ведем, то есть, как бы, неправильное питание, прежде всего, это употребление в пищу большого количества глюкозы и развитие процесса глюкозы. Глюкоза соединяется с белками молекул, с белками мембран клеток, с белками ДНК, то есть глюкоза проникает внутрь клетки и образует нерастворимые, неработающие соединения, в результате чего, собственно, и развивается нарушение структуры ДНК, нарушение работы генов. Второй момент – это оксидантный стресс, накопление продуктов, продуктов, недоокисленных продуктов, тоже приводит к тому, что эти продукты вступают в активные химические реакции, опять же, с теми же белками, в том числе и ДНК, или мембран клеток, и опять же разрушают их. И эти же механизмы нарушают и работу стволовых клеток, и работу ДНК, и работу хромосом. Ну и как бы еще существует несколько механизмов, ведущих к, ну скажем так, заболеванию на уровне ДНК. Это хроническое воспаление, а хроническое воспаление рождается из нескольких причин, опять же, это неправильное питание, другая причина – это травма, и еще одна, ну можно сказать, причина хронического воспаления – это стрессовые ситуации, то есть все тоже сводится к одному и тому же. вот эти вот три основные причины, собственно, гликация, оксидантный стресс, хроническое воспаление, они являются основными, которые приводят к нарушению работы ДНК. Кроме того, надо понимать, что в организме не все гены работают. То есть, собственно, чем отличаются соматические клетки, то есть клетки, которые составляют наши ткани отдельных органов и систем от стволовых клеток, до тем, что, ну, собственно, наборы, набор генов во всех клетках нашего организма одинаков. Они отличаются только тем, что в разных органах и системах работают разные гены. А на самом деле вот задача стволовой клетки, собственно, получить сигнал бедствия, получить сигнал бедствия из органов и систем, где произошла поломка, и отправиться в это место и превратиться там в те клетки, которые, собственно, разрушены, работа которых нарушена. Вот. И, в принципе, так и должно существовать. Так должно происходить в нашем организме. Но, к сожалению, вот эти все механизмы в результате указанных выше факторов нарушены. Что интересно, что ученые компании ЖНС, они своеобразно подошли к вопросу, существует ли старение, и старение – это естественный физиологический процесс, или все-таки это болезнь. Так вот, ученые компании ЖНС рассматривают старение как болезнь. И я в этом смысле присоединяюсь к ним, особенно если это касается вот такого вот преждевременного старения, которое переживает современное человечество. Естественно, если мы находим причины, причины вот этого преждевременного старения, а преждевременное старение, оно же не просто приходит в наше тело, мол, всегда, как бы, оно приходит в сопровождении большого количества заболеваний, так называемых болезней возраста. Но нет болезней возраста как таковых. Это просто болезни, которые приходят в результате нарушения тех механизмов, которые продуманы в нашем организме так, что они должны нас сохранять. Это эти болезни возраста, это болезни сердечно-сосудистой системы, это болезни опорно-двигательного аппарата, это болезни желудочно-кишечного тракта, это всевозможные онкологические заболевания, сахарный диабет и так далее, и так далее. И все эти болезни в результате, если рассмотреть их первопричину, основной причиной этих болезней является нарушение работы генов и нарушение работы столовых клеток. Христиан Тропо долгое время занимался вопросами изучения столовых клеток в организме человека и на сегодняшний день вообще механизмы вовлечения столовых клеток в лечение различных заболеваний, они очень интересны ученым. И действительно, стволовые клетки, они как бы на сегодняшний день разработаны и теорией, и подведены под них теоретические, разработаны механизмы, подведена теоретическая база под эти механизмы, которые говорят, что стволовые клетки мы можем получить как из самого, в самом организме человека, то есть у нас в нашем организме есть дефон, где находятся эти стволовые клетки, но кроме того, мы их можем получить извне. Нет, это пуповинная кровь, например. Сегодня очень модно стало, это очень здорово, что мамы сохраняют пуповинную кровь пациенту своих детей в специальных банках, потому что это, собственно, и есть банк стволовых клеток для этого человека, для этого ребенка, и если он заболевает, то, собственно, он может применить, он может использовать, собственно, вот эти клетки стволовые, полученные из его собственной плаценты пуповинной крови для собственного лечения и восстановления. Другой источник стволовых клеток – это абортивный материал. Конечно, об этом не хочется говорить, это очень болезненная такая, как бы, тема, да, для женщин, но, тем не менее, абортивный материал является хорошим источником стволовых клеток, и ученые используют этот источник. Внутри нашего организма также есть органы депо, где находятся стволовые клетки. Ну, прежде всего, это костный мозг, это кровь, да, в крови обнаружено большое количество стволовых клеток, и, кстати, вот обновление крови и кровопускание недаром долгое время были вот теми, вот, способами лечения различных заболеваний в средние века и достаточно эффективными способами. Почему? Потому что кровопускание, при кровопускании происходит что? Активация депо стволовых клеток, и таким образом, когда мы пускаем кровь, организм получает информацию о том, что да, в организме есть травма, есть ранение, и что происходит? Происходит активация стволовых клеток, выход их из депо и направление в те органы и системы, где есть болезнь, человек выздоравливает. Почему женщины живут дольше мужчин? Опять же, благодаря вот тому самому ежемесячному природному кровопусканию, которое происходит в нашем организме, потому что во время месячных, недаром месячные называют процессом очищения организма. Да, происходит очищение, происходит выход крови, но выход крови приводит к тому, что запускается вся система обновления организма. И вот эта ежемесячная система обновления организма дает женщине огромный потенциал, жизненный потенциал, ресурс молодости по сравнению с мужским организмом. Дальше, почему, кстати, вот в восточной медицине все методы лечения в китайской медицине так или иначе они болезнены. то есть как бы китайский врач, делая массаж, он причиняет достаточно большую боль своему пациенту, пациент терпит. Эта боль направлена на определенные локусы, на определенные органы системы, на рецепторный аппарат. Кроме того, восточный врач ставит банки, банки и вызывает теники на теле пациента. Почему? Потому что эта методика опять же активизирует стволовые клетки. Стволовые клетки включаются в процесс восстановления благодаря болевым ощущениям в том числе. В том числе это всего лишь один механизм действия восточной медицины. Есть и многие другие. Но этот механизм я вспоминаю именно потому, что скажем так, информация о наличии в организме вот этих вот таких клеток, которые мы называем стволовыми, а клетка, которые приводят к восстановлению организма, она существовала в древней медицине задолго до современной медицины. Просто, скажем так, эту систему немножко называли по-другому. Например, в китайской медицине система восстановления организма стволовыми клетками называлась или называется системой тройного обогревателя. Вернемся к нашей презентации и знакомству с Ревитаблю. Когда мы беседовали с Кристианом Драко, он рассказал свою историю вовлечения в создание продукта. Он поставил перед собой цель создать продукт, который активизирует выход собственности стволовых клеток и направление их собственно вместо поломки. Конечно, я задала вопрос, почему вы решили заняться именно этим направлением? Ну, ответ был ожидаемый, естественно. На сегодняшний день и Кристиан Драко участвовал много лет, десятки лет в этих исследованиях. Свойства стволовых клеток исследуются и есть выводы о том, что да, это великолепный способ лечения различных заболеваний. На сегодняшний день ученые синтезируют, собственно, синтезируют, научились синтезировать определенные стволовые клетки, запускать их в организм, синтезировать органы и системы инвитро, то есть за пределами организма, причем эти органы и системы способны быть трансплантированы пациенту без каких-либо процессов отторжения. Кроме того, очень интересно, что стволовые клетки можно использовать для выращивания кожи при различных системных заболеваниях. Очень хорошо они используют при лечении вообще системных заболеваний, причины которых до сих пор ученые не знают. Но, есть одно но, использование стволовых клеток при этом еще и очень опасно, потому что стволовая клетка это клетка, которая живет своей собственной жизнью. Она может превратиться в ту клетку, которая желательна, скажем, для нас и для нашего пациента, а может превратиться в совсем другую клетку. И да, есть такие случаи, когда при помощи стволовых клеток восстанавливали органы зрения, например, тот же глаз, роговицу глаза, а клетка превратилась не в клетки роговицы глаза, а в костную ткань. Есть такие случаи, есть и неоднократно, потому что, еще раз говорю, стволовая клетка, она очень своенравная, своеобразная, она живет в собственной жизни. Кроме того, мы понимаем, что пересадки стволовых клеток, создание новых органов, это очень дорогое удовольствие, если можно назвать это удовольствием. Это стоит миллионы долларов, вот, и, конечно же, не каждый человек может себе позволить такие операции, такие технологии. Кроме того, информация стволовых клеток недостаточно изучена, и мы не знаем, чем в дальнейшем обернется такое вот лечение стволовыми клетками для нашего пациента, то есть, и омоложение этих пациентов, и известно, когда лечение стволовыми клетками приводило к ухудшению состояния кожи, к возникновению тяжелых запаливаний и к изменению даже, как бы, внешности, старению и так далее, и так далее. То есть, этот процесс пока еще не под контролем врачей. И, собственно, именно об этом и говорил Кристиан Дропо, когда мы с ним общались, что, да, мы, ну, как бы, мы пришли к определенным выводам в результате тех исследований, которые нами были проведены, а выводы какие? То есть, как бы, многолетние исследования на животных, на клиники привели к следующим выводам о том, что чем больше стволовых клеток кровотоки человека доступно для участия в восстановлении тканей, вернее, чем больше стволовых клеток кровотоки, тем больше этих клеток может участвовать в восстановлении тканей. Чем увеличение количества циркулирующих крови клеток приводит к тому, что усиливается возможность организма восстанавливаться, а уменьшение количества стволовых клеток в кровотоке способствует развитию различных заболеваний. То есть, приходит такое понимание, что если есть болезнь в организме, это означает, что количество стволовых клеток в кровотоке недостаточно для того, чтобы организм сам себя исцелил, сам себя восстановил. И это касается, вот вы видите этот слайд, это касается абсолютно всех органов и систем. И, кстати, я хочу заметить еще одну вещь, что стволовые клетки находятся не только в костном мозге, в жировой ткани, которая является тоже очень хорошим депо для стволовых клеток, в крови, но она находится, в стволовые клетки находятся и в каждой из органов, парентоматозных органов нашей системы. То есть, стволовые клетки находятся в сердце, стволовые клетки легких, легких, печени, поджелудочной мозгу и почвы, в каждом из этих органов находится депо стволовых клеток, которые могли бы их восстановить. Но при этом не восстанавливают. Не восстанавливают именно по тем причинам, о которых мы говорили ранее. То есть, это нездоровый способ жизни, который приводит к усилению глюкации, антиоксидантному стрессу, развитию хронического воспаления, травмированию и нарушению работы, травмированию органов, нарушению работы генов, генного аппарата. И вот как бы это в результате этого наши стволовые клетки, к сожалению, не работают так, как мы бы хотели. Ну и как бы с возрастом происходит соответственно определенный спад. мы видим хороший такой слайд, где младенец, он имеет большое количество стволовых клеток в своем организме, пожилой человек, видите, как бы уже имеет намного их меньше. И это и является основной причиной этого старения. Итак, мы, и в том числе Кристиан Дропо, прошел определенный путь работы с стволовыми клетками. И как оказалось, это не настолько эффективно, не настолько классно, как хотелось бы, потому что не всегда есть соответствие между желаемым и действительным, и не всегда стволовые клетки, взятые из дне, превращаются в те стволовые клетки, которые нам нужны. Хотя, конечно же, общее обновление ткани и баланс здоровья в организме именно зависит от количества этих клеток. Значит, количество стволовых клеток в организме, как пришел к выводу Кристиан Дропо, уменьшается в результате так называемого потери баланса здоровья. Я называю это потери ресурса молодости. Причины могут быть разные. Да, вот мы видим и опять повторяемся, но надо об этом помнить. Это физический стресс, эмоциональный стресс, это неправильное питание, это неправильный отдых, это токсины и токсичное окружение, экология, да, это раны, которые когда-либо произошли, ну и, естественно, наша генетика. Опять же, давайте вспомним о том, что способствует продлению жизни и молодости живых организмов. Проводили неоднократно исследования у животных. Так вот, оказалось, что жизнь организма продлевается благодаря пребыванию животных при низких температурах, в условиях ограниченной калорийности рациона, в безстрессовой среде, да, как бы, вот снижение калорийности рациона на 40% ведет к продлению жизни на 30%, это очень важный момент, исключение глюкозы, испытания, а также приводит к продлению жизни. И, ну, собственно, да, это вот два основные, это снижение калорийности, снижение температуры, снижение стрессовой нагрузки и снижение интенсивности размножения. Например, виды животных, которые размножаются мало и редко, живут намного дольше, чем те виды животных, которые размножаются много и часто. Идем дальше. Ну, видите, этот сайт продолжает ту же мысль о том, что потеря баланса здоровья и содержание стволовых клеток тесно связаны между собой. также лаборатория Кристиана Драко проводила следующие исследования. Они провели исследования на группе, на нескольких, достаточно больших группах, разных группах с разными заболеваниями. Например, были исследованы люди с диабетом в сравнении с соответствующими, соответствующими по всем параметрам группой людей без диабета того же возрастного, в том же возрастной, в той же возрастной группе находящихся. И вот что оказалось, что у пациентов с диабетом намного меньше, вот видите, с диабетом намного меньше стволовых клеток в кровотоке, чем у пациентов такого же возраста без диабета. Точно так же это же касалось и пациентов с заболеванием почек. То есть Пациенты с заболеванием почек имеют намного ниже показатели стволовых клеток кровотоки, чем пациенты здоровые в той же возрастной группе с теми же исходящими. То же самое касалось и рептильной функции. Пациенты, которые имели проблемы с рептильной функцией, имели в своем кровотоке намного меньше, то есть в разы, в несколько раз меньше количества стволовых клеток. Это же касалось, как много провели, достаточно много групп провели через эти исследования сосудистого здоровья. То есть пациенты, у которых наблюдался инфаркт миокарда или гипертоническая болезнь, имели в своем кровотоке намного больше, в разы меньшее количество стволовых клеток, чем пациенты такого же возраста, таких же похожих групп, которые были здоровы. Это же касается здоровья пищеварительной системы. Мы видим, да, вот здоровые субъекты, у которых высокое содержание стволовых клеток в крови, и пациенты с болезнью крона и с язвенной болезнью, у них количество стволовых клеток намного меньше. Вот здоровье легкий. Мы видим, что, опять же, люди с нарушением работы дыхательной функции имеют намного более низкие показатели стволовых клеток в кровотоке, чем люди здоровые. Состояние сустава, опять же, вот пациент, видите, мы видим такую диаграмму, вот диаграмма пациентов с заболеванием сустава, и вот диаграмма пациентов здоровых в том же возрасте. Таким образом, ученые сделали вывод, что чем больше стволовых клеток участвует в кровообращении, чем лучше функция стволовых клеток, тем больше этих клеток доступны для участия в восстановлении тканей, что и помогает организму достигать высокого уровня здоровья. И вот в результате этих исследований Кристиан Дропой и его лаборатория озадачились вопросом, как же создать такой препарат, такой продукт, который бы активизировал выход стволовых клеток собственных, из собственных депо, которые бы циркулировали в кровотоке постоянно, и таким образом профилактировали и профилактировали наше состояние здоровья, и при этом же, ну скажем так, помогали восстановиться и излечивались, и могли бы излечить те заболевания, которые уже есть. Вот, и таким препаратом оказался ревитаблик. В чем же особенность, я долго расспрашивала Кристиану Дропой, в чем же особенность этого препарата, как они его получили, как таким образом. Оказывается, опять же, пришла на помощь моя любимая китайская медицина. Были изучены древние трактаты, восточные трактаты по медицине, и были найдены ключевые такие вот продукты, которые могли стать потенциально составляющими подобного препарата, стимулирующего выхода, восстановления стволовых методов и циркуляции их в крови. И одним из таких продуктов стала облепиха. Сейчас я посмотрю, есть ли здесь слайды похожего содержания, есть ли нет, ага, ничего нету. Хорошо, значит, одним из таких составляющих ревитаблик стала облепиха. Как оказывается, Кристиан Дропой рассказывала эту легенду на конференции, когда-то воины Александра Македонского столкнулись с тибетской облепихой, вернее, с высокогорной облепихой, и они оставили умирающих лошадей в роще облепиха, вернулись, оказалось, что лошади здоровые и сильные, и тогда Александр Македонский приказал своим воинам есть эту облепиху для самовосстановления. Поэтому я задала вопрос Кристиану Дропой, что любая облепиха подходит и говорит, нет, мы испытали больше 20 подвидов облепихи из разных регионов и определили ту, которая однозначно эффективно вызывает выброс половых клеток крино-депо. И, в общем-то, эта облепиха вошла в состав двух препаратов, и эта облепиха находится, ну, это высокогорная тибетская облепиха. И они сейчас, собственно, компания, сейчас, собственно, и получает эту облепиху с плантацией, которая находится в высокогорных районах тибет. Вторая составляющая этого препарата является семиделеные водоросли, которые выращиваются в ориганах. Третья составляющая тоже очень важная – это Мадагаскарский алоэ. Мадагаскарский алоэ имеет тоже очень достаточно такую интересную историю. Я читала статьи Кристиана Дропо, опубликованные в классических медицинских журналах. У него есть одна статья, очень интересная, посвященная исследованию влияния вот этого Мадагаскарского алоэ на здоровье пациента. То есть, как бы, я уже говорила, Кристиан Дропо вначале они взяли каждый из компонентов и исследовали отдельно. Исследовали отдельно на тканевых культурах, у животных и у добровольцев. И вот только после того, как они исследовали отдельно и получили какие-то конкретные результаты, только после этого они объединили эти компоненты в одном препарате. Так вот, такие вот исследования, постепенные, последовательные в клинике и в инвиво-инвитро были проведены и с облитихой, и с алоэ сини-зелеными водорослями, которые являются, собственно, основными составляющими этого препарата, по словам. И вот статьи, посвященные алоэ Мадагаскарскому, показывают, что это растение больше 6 тысяч лет известно, как растение, обладающее высокими регенеративными возможностями для нашего организма, вызывают активную регенерацию на фоне всевозможных травм, онкозаболеваний, тяжелых заболеваний системного характера. И используется 6, больше 6 тысяч лет, это растение используется, собственно, в народной медицине. Вот когда пациент проводил исследование с этим растением, он определил, что скорость заживления, процент заживления, с одной стороны, резко усиливается при приеме вот этого вот алоэ, но в то же время они определяют количество стволовых клеток в кровотоке. Так оказалось, после приема Мадагаскарского алоэ, количество стволовых клеток в кровотоке увеличивается в 3-6 раз. То есть это очень мощный продукт, который стимулирует выброс стволовых клеток из ДПО и их восстановление. То же самое, такие же подобные эксперименты были проведены с облепихой, и такие же подобные эксперименты были проведены с синий-зеленой плодностью, которую выращиваются в Орегоне, в озерах Орегоны находятся. И вот дальше стал вопрос, а как эти препараты объединить вместе? То есть как бы, естественно, я задала этот вопрос специально-дрофор, по какому принципу вы объединяли эти препараты, как вы выбрали дозировки, процентные соотношения в одном и том же, в этом препарате? Он говорит, что мы это сделали по принципу эффективности, то есть как бы базовый препарат по синий-зеленой водоросли, которому добавлялось облепиха и алоэ до достижения максимально эффективного воздействия на стволовые клетки организма. Естественно, эти исследования проводились так у животных, так и в клинике. И вот очень интересные результаты получены в клинике. Эти клинические исследования, они пока, скажем, мы знаем, что ревитаблю – это препарат, это пищевая добавка, то есть это препарат функционального питания. Естественно, для запуска этого препарата в продажу, его сертификации нет необходимости проводить такие вот глубокие клинические исследования, которые делаются обычно при исследовании различных фармакологических средств. И тем не менее, группа ученых под руководством Коксиандра проводит и продолжает проводить эти исследования в клинике нервной болезни, в клинике ожоговой, в ожоговой клинике и в клинике психических заболеваний. Так вот он мне рассказывал, вот, как бы показывал, собственно, фотографии пациента с больницы Партинсона, который на момент приема препарата ревитаблю вообще не мог, ну, собственно, представлялся, будет, говорится, да, такое вегетативное состояние, овощ человек абсолютно не мог проводить никакие манипуляции для себя, да, как бы он не мог одеваться, он не мог есть, он не мог двигаться, то есть очень тяжелая форма в болезни Партинсона. И вот через три недели, мне показывал фотографию, этот же человек уже начал бриться, застегивать куговицы, то есть проводить целый ряд мелких таких вот детальных манипуляций и движений, и через шесть недель он вернулся к своему обычному образу жизни. Это удивительно. Второй случай, который он рассказывал из клиники психических заболеваний, пациент выстрелил себе в голову, остался жир, но манипуляция, собственно, уничтожила зрительный центр, после чего, после шести недель приема только ревитаблюл, этот зрительный центр, не то чтобы восстановился, но пациент начал видеть контуры, начал видеть отличие цвета тени, то есть как бы слововые отметки создали, если не сам орган, то озарилили его соответствующими отметками, которые позволяют человеку восстановить функции. Второй случай был подобный жертв, тот же пациент, который засунул спирту себе в ухо и вытянул ее с другой стороны головы, каким-то образом, в общем, он разрушил слуховой центр, и тоже часть недель была достаточной для того, чтобы человек начал пить. Собственно, такие немножко сказочные случаи, но, тем не менее, пациенты показывают фотографии этих пациентов и восстановление этих органов в динамике. Следующий очень интересный случай – это воздействие ревитаблюл у пациентов с генными заболеваниями, то есть они применили этот препарат у девочки с места НИИ, то есть это генетическое заболевание, врожденное, и девочка опять же, опять же, 6 недель, 6 недель из такого вегетативного состояния она перешла в состояние нормального, нормально функционирующего ребенка, пошла в школу, но, конечно, в предденных заболеваниях ревитаблю нужно принимать всю жизнь. Вам не слышно? Повторите еще раз, меня слышно или не слышно? Я вижу, вот Тамара Мититенко пишет, что не слышно. Хотя все хорошо, спасибо. Следующий случай, опять же, связанный с ревитаблю, тоже в клинике ожоговых болезней. В клинике ожоговой болезни он тоже был применен у пациента с 60% ожога, это очень тяжелое состояние. Так вот, в процессе применения ревитаблю заживление проходило в несколько раз быстрее, чем обычно в таких случаях, и заживление произошло без рубцов, то есть полностью восстановилась кожа, полностью восстановилось состояние пациента, и, собственно, на этом, вот при таких случаях, после травм, после ожога, ревитаблю нужно принимать, ну, до момента восстановления. Конечно же, очень важно, очень зависит эффект от количества, от количества, количественных показателей, да. Как бы вы знаете, что на упаковке ревитаблю написано, что обычное применение ревитаблю – один пакетик в день, то есть и одна коробочка рассчитана на месяц приема. Но один пакетик в день – это профилактический прием. Если у пациента, если у человека есть проблема, реальная проблема со здоровьем, то количество пакетиков может калибаться от 2-3 до 6. Так вот в этих вот тяжелых случаях, о которых я рассказывал, Кристиан Дропо, воза приема было 6 пакетов в день у пациента. И для пациентов с такими тяжелыми проноченными заболеваниями, малоизлечимыми, этот, ну, собственно, пожизненный прием, ревитаблю может только обеспечить такой вот, как бы, постоянный эффект. Для пациентов, которые пережили травму, тоже, как бы, был, 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 уже описанный Кристианам. Это травма. Пациентка попала 30 лет назад, пациентка попала в автомобильную аварию, под машину. У пациента дефект спинного мозга, не полный, но дефект спинного мозга, то есть она в течение 30 лет находилась, ну, в лежачем состоянии, в пассивном состоянии. И опять же, после 6 недель приема ревитаблю по 6 упаковок, в процессе она постепенно усиливалась, увеличивался объем движения, то есть вначале она вообще не могла двигать, она двигала только пальцами одной ноги, потом через неделю, через две у нее восстановилось движение обоих ног, она смогла ими уже, как бы, она смогла ворочаться в постели, вот, и через 6 недель она уже смогла делать упражнения лежа в постели и даже при вставать, при том, что, как бы, рентгенологически отмечалось восстановление вот этого вот дефекта спинного мозга, как поврежденного. Вот. Вот такой вот, как бы, случай. И в данном случае Кристиан Дропо говорит, что если, как бы, мы восстанавливаем такой вот дефект, восстанавливается, то после восстановления пациента уже прием ревитаблю не является необходимым. Вот. Ну, чем еще хорош ревитаблю в системе GNS? Я хочу просто еще раз делать акцент на том, что когда мы назначаем, когда мы берем продукты компании GNS, мы должны понимать, что они действуют с синергией друг с другом. И все-таки, конечно, лучше и применять их по отношению к себе, и рекомендовать своим пациентам, своим клиентам в сочетании этих продуктов. Потому что мы знаем, что здесь прекрасный продукт, который восстанавливает оксидантный, собственно, после оксидантного стресса, продукт, который содержит рисфератрол. Мы знаем, что рисфератрол – это самый мощный в мире восстановитель. Восстановитель иммунной системы, восстановитель, ну, скажем так, воспалительных различных процессов, хронических, которые очень хорошо помогают справиться с хроническим воспалением. с теми самыми причинами нарушения ДНК, хронических слововых метров. Ревитаблю – повышение активности иммунной системы и обладает уникальной высокой способностью проникновения внутри клиента, внутри ДНК, что приводит к восстановлению самого ДНК, то есть хромосом, и воздействует непосредственно на деление хромосом, по крайней мере, так говорят авторы, разработчики. Вот. Поэтому сочетание Ревитаблю с резервом – это уникальное сочетание, которое очень хорошо применяется, может быть, применяться у пациентов с хроническими, деструктивными, дегенеративными заболеваниями, такими, как сахарный диабет, например, такими, как, мы уже говорили, да, системные заболевания, хронические, рассеянный склероз, например. Но, если мы берем еще, как бы, если у пациентов при этом хроническое системное заболевание нервной системы, то, конечно, Ревитаблю, резерв и майн будет оптимальным. Плюс достаточно эффективно будет присоединить систему АМПМ, которая внутри себя уже содержит компоненты, защищающие стволовые клетки, защищающие ДНК, защищающие хромосомный аппарат и стимулирующие снижение калорийности рациона. Следующий момент, очень важный тоже, это сочетание Ревитаблю с системой Луминез. Мы знаем, что система Луминез и система Ревитаблю, они чем-то похожи друг на друга, чем именно. Потому что в основе системы Луминез, так же, как в основе Ревитаблю, лежит продукт, то есть, если Ревитаблю стимулирует выход своих стволовых клеток, то в основе Луминез лежат факторы роста, факторы роста, которые вырабатываются стволовыми клетками. 240 факторов роста. Это как бы сигнальные молекулы белка, которые, попадая на нашу кожу, сигнализируют, сигнализируют молекулам, да, и ядрам ДНК клеток кожи, клеток дермы, о том, что нужно восстановить, нужно повысить свой восстановительный потенциал, заставляют гены работать в более высоком объеме. То есть мы знаем, что обычно в организме работает 10-20% генов. Так вот, ресвератролы, о которых мы говорили, которые содержатся в резерве, да, вот-вот, и Луминез, они заставляют работать гены в более высоком объеме. И в сочетании, естественно, с Ревитаблю, они дают, такое вот сочетание, оно дает очень мощный эффект и в плане восстановления косметологического, да, как бы внешней, своей внешности, ну и как бы в плане восстановления работы внутренних органов и систем. Ну, собственно, да, мы уже, я уже упоминала о том, что Ревитаблю прекрасно работает с ТМПМ. Ну, все зависит от того, конечно, тут обязательно все-таки я бы рекомендовала обращаться за консультацией к врачу, который работает тоже с компанией ЖНС и который, как бы, в принципе, может подсказать, в каком количестве, как один продукт сочетается с другим. Потому что, вот, на мой взгляд, система АМПМ – это очень мощная, хорошая система, но, как любой продукт, прием этих витаминов нуждается в индивидуализации. То есть надо смотреть на аллергеностаток человека, надо смотреть, обязательно обращать внимание на его чисто морфологические данные, антропометрические данные. Как бы нельзя продукты назначать, исходя из максимальных дозировок. Потому что, например, АМПМ написано на упаковке, что нужно принимать одну-две таблетки в день. Так вот, одну-две – это не означает, что всем пациентам нужно принимать по две таблетки. Потому что все-таки здесь нужна рекомендация к врачу, и нужно смотреть на ней индивидуальные показатели. Это же касается любого продукта системы ЖНС. Потому что продукты очень хорошие, очень эффективные, но при этом они требуют индивидуального подхода. Такие же рекомендации касаются продукта Майн, Майн, например, или коллагена, потому что все дозировки, указанные максимально в количестве, рассчитаны на людей либо с максимальным повреждением тех или иных систем и органам, которым нужны, возможно, более высокие дозировки, опять же, это все индивидуально, либо рассчитаны на людей, которые имеют достаточно большие габариты. Если мы назначаем те или иные препараты или продукты субтильным, маленьким, изящным мужчинам и женщинам, то, естественно, дозировка должна быть другая. Вот. Ну, на этом, что бы я хотела еще добавить по ревитаблю? В принципе, всю информацию о ревитаблю я рассказала. Может быть, есть какие-то вопросы? Если есть вопросы, напишите, пожалуйста, в чате. Может быть, я что-то как бы забыла о чем-то упомянуть. И, конечно, я с удовольствием бы об этом рассказала, потому что потом, после, когда закончится вебинар, я уже как бы вспомню, но уже будет поздно. Значит, если есть какие-то вопросы, я очень прошу вас, напишите, пожалуйста. У меня есть такая максимальная эффективная информация. В целом, я считаю, что продукт ревитаблю это продукт нового поколения. Это продукт действительно реальный продукт молодости. Им нужно пользоваться, его нужно принимать, с ним нужно работать. Нужно вести наблюдение. Наблюдение, исследование, с использованием этого продукта о том числе и пациентах, с тематикой патологии. Потому что у нас сейчас хороший отзыв от пациентов, у которых сахарный диаметр, принимает витаблю, с витаминами и сенсором, и прекрасное динамико сахара в лучшую сторону, без приема инферимина, до предельного диабетика второго типа. Мы понимаем, что да, этот препарат узнавался частью пациентам, у которых есть хронические заболевания, хронические различные дегенеративные заболевания. Ну, как бы все на этом. Спасибо. Спасибо огромное за внимание. Очень старалась. Будем на связи. Обращайтесь ко мне, как пройду за консультацией. Буду рада помочь и в таком индивидуальном ключе поработать. Потому что, конечно же, реабилитация, самовосстановление, это не только прием препаратов, это изменение образа жизни, это изменение питания. И самое главное, это изменить свой образ мышления. Потому что любое заболевание является следствием, в том числе переживаемых постоянно нами негативных эмоций и тех негативных мысленных установок, которые, собственно, и создают эти заболевания в нашем теле. Поэтому я желаю всем здоровья, счастья, любви, свободы от установок неправильных, от мешающих нам мыслей, свободы во всем, свободы в своей голове, хороших радостных эмоций. Ну и как бы наслаждайтесь жизнью. Будем наслаждаться жизнью, хорошими деньками, летом, встречи в Одессе. До встречи в Одессе. Всего доброго. До свидания. Вот тут у меня есть такой слайд. Спасибо. Спасибо. Так, кстати, я обнаружила еще вопросы у нас есть. Кстати, вот здесь был интересный вопрос, какого возраста можно принимать ревитаблю, но, собственно, ревитаблю можно принимать после 20-20 лет. Это хороший вопрос. Я вначале не обратила внимания, но, как бы, вот, да. Так что все. Всего доброго.